Мухомор – это гриб, который спасёт мир. Грибы и человечество всегда шли рядом. В старые времена шаманы их употребляли, чтобы ходить в другой мир. Кукушка может поехать. Полное ощущение, что всё, лохнет мозг. Тут страх, тут страх, тут и всё. А если я тебе скажу сейчас прыгнуть с крыши с башкой? Прыгнешь? Первый опыт употребления грибов, он многие моменты расставил на своём местах. Потому что если ты отъедешь кукушкой, ты уже не выживешь. По-настоящему отъедешь. А мухомор по-настоящему может отправить. Пришли сейчас на поле мы. Для меня оно как волшебное. Короче, здесь, значит, растут мухоморы. Ну, где мухоморы растут, это и есть волшебное. Михаил Вишневский, кандидат биологических наук. Миколог. Я занимаюсь грибами 25 лет. У меня специализированное микологическое образование. И поэтому занятие грибами для меня естественное времяпрепровождение. Елена тоже миколог. Мы однокашники. Закончили одну кафедру в МГУ. На основе тех знаний, которые у нас есть про грибы, мы разрабатываем какие-то биологически активные доздоровительные препараты, которые предлагаем людям. Меня зовут Константин. Есть грибная аптека, грибной магазин. Примерно три года назад была сложная жизненная ситуация, связанная с семьёй. Пытался найти какой-то выход. Где-то из подсознания сплыла информация про скандинавские разные саги, про берсерков, про опыт, связанный с мухомором. И решился попробовать сам пойти в лес, нас опирать, высушить и посмотреть, что будет. Мне не интересовали последствия приёма. Я их особо не знал и был готов ко всему. Взял, поехал в горы, съел, посмотрел, что начало происходить. Многие вопросы закрылись сами собой. После этого, собственно, и начался этот путь. Я, Володя, не знаю. Я никто особо. Узнают, узнают. Захотят, прогуглят. Мухомор. Ну, первый раз мне отец в детстве сказал, что мухомор – это гриб, который спасёт мир, который лечит от всех болезней. Я над ним тогда посмеялся, а потом как-то меня сама судьба привела, и я в кино снялся вот в этом «Generation P», где ел мухоморы. Высшей формой самореализации мухомора, как гриба, является атомный взрыв. Нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретает некоторые продвинутые мистики. А люди – просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей, высшей цели. Ну, а потом начал увлекаться психоделическими веществами, и вот стоило мне попробовать его и выложить свои впечатления в YouTube, как вот началась эта лихорадка. Сегодня мы с моим другом Андреем находимся в лесу для того, чтобы найти красный мухомор. У викингов были такие воины, их называли берсерки. Они пили отвар из мухоморов и шли биться потом, не чувствуя боли и не испытывая страха. Будьте здравы, братья и сестры. Если выжил, значит очень вкусный и очень полезный. Расскажу о своих впечатлениях. Но мне тогда, в тот момент, было очень интересно, что я способен, что мой мозг способен зарегистрировать 500 колебаний в секунду. Каких-то там колебаний я так и не понял. Вот у меня было такое ощущение, что у меня мозг ощущается так, что как будто левой части к часть меньше, как будто полмозга нет. Грибы и человечество всегда шли рядом друг с другом, потому что грибы чрезвычайно древние царства жизни, а люди необычайно молодые. Когда шаманизм был основной религией, основной формой объяснения мира и существования в нем, когда все было одушевлено, горы, реки, деревья, предметы, то воздействие антиогенных грибов, конечно, самым категорическим образом способствовало возникновению и укреплению религиозного мышления. Родители назвали меня Андреем, а вороном уже посвятился я. В старые времена шаманы их употребляли, чтобы ходить в другой мир. Сейчас все это утеряно. Все возможно, я не спорю. Как вот именно по-шамански. Мы же что, не шаманы? За мухомором остался вот этот флер табуированности, да, и то, что его все еще большая часть пассивного населения, скажем так, да, считает страшным ядовитым грибом. Это как раз след вот тех давних времен, когда на протяжении целых тысячелетий мухомор было запрещено собирать. Опа! Так, ставим. Меня зовут Гордеева Ольга Владимировна. Я сотрудник факультета психологии Московского государственного университета. И в качестве спецкурса веду курс измененных состояний сознания. Зачем использовали коренные народы мухоморы? А вот как психостимулятор, когда надо очень долго ходить, не уставая, охота, перемещение на большие расстояния, там, сенокос, пасти стада и так далее, принимали небольшое количество мухоморов для того, чтобы можно было без усталости, там, 50 километров пройти. В дописьменных культурах вот таких вот малых народов сказители эпоса, они пели всю ночь, они перед этим принимали небольшое количество мухоморов и сильным громким голосом, художественно и творчески исполняли героические и прочие песни в течение долгого времени. Глубина этого воздействия была такова, что при формулировании вопросов ты мог получать ответы на невероятно сложные вещи. Служитель культа вполне мог поинтересоваться о происхождении мира, как появились люди, звери, горы, для чего все это, можно ли изменить течение реальности. И отсюда до зарождения уже реальных религий буквально один шаг. Именно поэтому мухомор – это единственный гриб, который является космогоническим объектом. Его нужно рассматривать как нечто, способствующее возникновению понимания мироздания. Мухомор стал космогоническим объектом и основой многих религий. Насыпаю. Ну все, хорош. Засекайте время. Первый опыт употребления грибов, он как бы в многие моменты расставил на свои места. Очень много зашоренности. Мы воспринимаем мир так или иначе через какие-то свои призмы. Через призму там социальную, через образовательную, через семейную, через регулиозную и так далее. Грибы помогли это все снять, да, и какие-то мои установки, убеждения, они просто так или иначе разрушились. В мухоморе красном содержится иботеновая кислота, производная от нее мусцимул. Оба они активы, психологически активны. То есть они имеют эффекты влияния на психику. Мусцимул работает таким образом, и это удивительно, что когда ты входишь в глубокий мухоморный трип, ты абсолютно не в состоянии отличить реальный мир от того, который показывает тебе мухомор. Вроде как можно разгадать тайну бытия, да, можно как бы получить ответы на все вопросы. Поэтому я и мухомор попробовал, чтобы также пойти, пройти в глубокий трип, посмотреть, что за трип в мухоморе. Если ты новичок, то, как правило, мухомор обрушивает тебя в циклы. Это повторяющиеся или немного отличающиеся ситуации с любой продолжительностью. И ты можешь день за днем проживать один день, а можешь проживать жизнь за жизнью. Употребление его связано очень часто со смертным опытом. То есть в конце цикла ты умираешь. И эта смерть никогда не бывает комфортной. Там есть два способа. Есть одна крышка просто гроба, которая тебя накрывает. Бум! И к которой ты больше никогда не возвращаешься, как случается с большинством молодежи, которая просто тоже хочет попробовать. Они один раз попробуют, им мухомор даст люлей, и они больше туда не возвращаются. Со мной было помягче. И вот то, что там, мне не понравилось. Это было не то, чтобы страшно. Это не сравнится ни с одним ужасом, который только может быть в жизни, который можно только себе представить. Сначала наблюдаются физиологические симптомы. То есть сначала нарушается работа организма. В среднем полчаса 40 минут, когда развивается, вот, например, этот мускариновый синдром, когда появляется гипертонус мышц, мышцы не могут нормально функционировать, и мы видим, что сердце бьется очень интенсивно, а там пульс наполняется плохо, и человек начинает тошнить, он побледнел, у него проливной пот, зрачки сузились, при этом нарушилось зрение, как будто бы у него развелась близорукость. Вот мы видим картину отравления. Все, мухоморы заварились. Грибной бульон. Увидел нечто, что объяснить нельзя, что невозможно запомнить, но это настолько ошеломляюще, настолько кажется, что после вот этого вот того, что ты увидел, мир изменится, что это произошло впервые во всем мире, что это произошло только с тобой. И ты думаешь теперь, после этого, что все, я сейчас пойду всем расскажу об этом, и все охуеют, и просто делают меня главным человеком на земле. Это, оказывается, это ощущение испытывает каждый, кто попадает в такой криптриб. Но когда ты пытаешься вспомнить, что же это было, ты не можешь. Пытаешься поделиться этой информацией, что с тобой было, и все думают, что несешь какой-то бред, несешь какую-то херню. Один из эффектов мухомора красного – это воздействие на мотивационно-смысловую сферу. Меняются мотивы, ну и, соответственно, меняются смыслы, как отражение чего-то к мотиву. Значимость чего-то начинает трансформироваться, ну потому что система оценки меняется. Во время очень многих измененных состояний сознания, ну, наверняка вы чувствовали вдохновение, божественное откровение, выдушевление, повышение творческих способностей и так далее. Вот эти феномены изменения значимости, они очень характерны вообще для всех измененных состояний сознания. Не обязательно для этого есть мухоморы, любой другой способ вхождения в измененное состояние сознания, в том числе и не химический, как мы научаемся входить в рабочее состояние или в состояние вдохновения. Вот поэтому для этого вовсе не нужно менять химию организма. Это какое-то величайшее знание, которого нету. Мы и им не пользуемся. Оно нам как бы не нужно для этой жизни. Но оно является неким каркасом, основой, может быть, даже матрицей всего. Это некая пустота, которая является единственной правдой. Объяснить это невозможно, но в этом трипе ты это ощущаешь. Да, и, кстати, уж раз зашла такая беседа, я обязательно должна сказать, вот мы сказали про иботеновую кислоту и мусцимол, они страшно нейротоксичны. То есть, грубо говоря, они убивают нейроны головного мозга. Очень странная идея убить какое-то количество нервных клеток для того, чтобы испытать божественное откровение. Гораздо проще испытать божественное откровение в ходе мистика религиозных измененных состояний сознания непосредственно бесед с Богом. Вреда для здоровья меньше, эффект тот же. Тю, а тут осталось-то маленькое. Самый смак. Но выдержать это мозгом очень трудно. Кукушка может поехать. Полное ощущение, что ты сейчас, все, лопнет мозг. Если задержать дыхание еще можно сколько-то терпеть, да, там, минуты-полторы, то это невозможно терпеть секунды и полсекунды. Но ты при этом терпишь, ты находишься в этом. А терпеть невозможно. И это вот это состояние невозможно. И оно тебе как бы показывает. Вот смотри, это же невозможно, то, что происходит. Терпеть это невозможно. Но это происходит. И ты терпишь. Этот импульс, он как будто направляет тебя, как будто тебе указывает на то, что тебе нужно. И возвращает тебя в твою же собственную жизнь. Это ощущение говорит. Ты, чего ты хочешь, у тебя все есть. Ты счастлив. Ты гармоничен. Ты идеален. Но ты почему-то не хочешь это принять. Твоя жизнь – это просто жизнь. Это не какой-то путь к триумфу или путь к успеху. Твоя жизнь и есть уже успех. И ты никогда не испытаешь счастья от того успеха, к которому ты стремишься, или пытаешься найти чего-то знания, копать, чего-то там разгадать. От конечной фазы ты будешь счастлив и жив только лишь в перманентном состоянии триумфа. Мухомор, как и трип глубокий, так и микродоз, как потом оказалось, он направляет тебя к тебе. К тому самому, от которого ты пытаешься убежать, скрыться, спрятаться. Сказать – это не я, я другой. Примите меня другого. Смотрите, я могу быть, могу вам нравиться. Мы все время что-то стараемся делать для того, чтобы понравиться. Что-то придумываем, выдумываем. Мухомор говорит – не выдумывай. Ничего не делай. Ты уже тот, который нравишься всем. Потому что все – это и есть ты. Например, смотришь вот Епифанцева. Он рассказывает – у меня такого никогда не было. Вот если я, вот я говорю, выпил я слишком. Просто мне спокойно и все. Никаких глюков вообще с них нет. Все там, просто ты спокойный и все. У Епифанцева, ну, он рассказывает, что-то вам страшно как-то. Но он какой человек? Ну, как у него, у меня такого нет. Ну, потому что мы разные люди. Мы же все разные. Полюбить себя – это значит полюбить этот мир. Вот к чему ведет мухомор. Микродозинг тоже прорабатывает эти процессы, но он делает это очень постепенно, не болеет, безболезненно для мозга. Мозг не травмируется в этом смысле. То есть большая порция может очень сильно травмировать башку. Можно, если еще какие-то есть склонности, предрасположенности, можно отъехать кукушкой хорошо так. Потому что если ты отъедешь кукушкой, ты уже не выживешь, по-настоящему отъедешь. А мухомор по-настоящему может отправить. Процент людей, которые пытаются от этого получить какое-то удовольствие, то есть их, не знаю, меньше 10%. И я с такими людьми даже особо не продолжаю общение. Запрос, если как-то откликается у меня внутри, я понимаю этого человека, потому что я этот путь прошел. И это дает возможность мне, поняв его, дать ему то, что ему нужно. Если ему не нужны грибы, я так и скажу, что тебе не нужны грибы. Мухоморный, так сказать, ритуал – это человек не понимает, что с ним, это очень опасное дело, нежелательно проводить это в одиночестве. Опасное не в плане отравления, а в плане психологических последствий. Отравление там легкое, но там человек может выйти в окно, человек может что-то сделать с собой, может куда-то там пойти, не понимая, где он. Если дозировка большая, ну или человек ожидает, собирается входить в более глубокое состояние, то мы можем здесь видеть уже галлюциноз. И возбуждение при углублении состояния может носить уже гипертрофированный характер. Это ажитация, беспокойство, тревога. Человек суетится, он хаотичен. На мышце это действует очень специфическим образом. Мы видим повышение тонуса мышц. Ну, собственно говоря, почему сердце останавливается? Потому что мышца слишком напряжена, она не может выполнять свою функцию. Это фаза возбуждения. За фазой возбуждения, как при приеме любого психостимулятора, мы видим фазу угнетения. Во время фазы угнетения человек становится вялый, заторможенный, может наступить сон. Потом опять циклично возбуждение, угнетение. Ну, в зависимости от дозировки, ожидания и так далее. Мухомора отсылаю я уже третий год людям. И они мне пишут, от чего помогает. Самое первое – это вот психосоматика. Вот это вот нервные, психические болезни. Вот я думаю так. Это вот одно из первых лечится. Я его называю волшебный и лечебный грипп. Вот так, потёрый. Он работает как антидепрессант. Он работает как противовоспалительный. Это мы сейчас уже в тему микродозинга скатываемся потихонечку. Да, но как раз была попытка сделать тоже своё психотерапевтическое лекарство, которое способно корректировать, так скажем, нетяжёлые психические отклонения. Депрессия плюс пограничные какие-то… Депрессии, тревожности. Оказалось, что мухомор хорошо справляется с терапиями, с сезонными какими-то депрессиями. Человечество знает очень много плацебо, когда помогает, ну, абсолютно всякая ерунда. Там и магнитные браслеты, и вот в начале 20 века хлебные пилюли, и Невская вода. Чем только не лечили человечество. Микродозинг вот выполняет функцию такого плацебо. Ну, такого довольно вредненького плацебо. Любые депрессивные состояния, любые неврозы, тревоги, страхи, опасения. Всё, что выводит человека из состояния баланса, равновесия, гармонии. От искусственной среды обитания, в первую очередь. От отделения человека от природы. Должны понимать, что мы её часть. И когда ты всячески от неё отгораживаешься тем или иным способом, у тебя будут депрессии, у тебя будут страхи, потому что ты не знаешь, чем заниматься, ты не знаешь, кто ты такой, ты не знаешь, зачем ты здесь живёшь. Ты отучился, ты работаешь, но это же не является жизнью. Вот московских знаю, молодые вот девушки, вот по ним видно. У них знания есть, они там институт или ещё что-то закончили. А они все одинокие, все больные. Это вот и есть психосоматика. И тут страх, тут страх, тут и всё. И чё? И всё. И жизнь идёт, а хопа, а ты уже привык. И у тебя ни детей, никого, и ни семьи. А если в человеке заложено, чтобы семья была, а ты не дошёл до этого, и у тебя ещё, ну, вот так вот. Всё, и уже психические болезни. Так что мухомор – это не панацея. Панацея – вот осознать надо. Вот, духовность. Давай, работай, трудись, будь индивидуалистом. А что ты сделаешь после моих слов? А если я тебе скажу сейчас прыгнуть с крыши башкой, прыгнешь? Вот она реальность. Это современная, да, она сидит и ждёт. А что ты сделаешь? Ты так дураком и будешь? Или всё-таки услышишь, что я с тобой дурака валяю, хитрю? Реальность, она как дьявол, да, можно её назвать. Она всё время хитрит. Иди учись, знания приобретай. Где знания? В книжках. В книжках? То есть я прочту и буду умным? Конечно, будешь умным, да. Выучи всю книжку и станешь умным, всем покажешь. Да, да, иди работай, вкалывай. Она хитрит, она дурака валяет, она играет с нами. И когда ты это понимаешь, ты говоришь, ах ты, сука. Она говорит, ааа, теперь ты понял, что всё в этой жизни нужно делать самому. И всё есть уже в тебе. Ты просто этим не пользовался. И для того, чтобы ты этим начал пользоваться, мне надо было тебя обмануть. Мне надо было тебе перехитрить. Мне надо было тебе накормить говном настолько, чтобы ты наконец понял, что ты ешь говно. А можешь вообще не есть, понимаешь? Или там что-нибудь, или есть что-то, что тебе нравится сам готовить. Мухомор – это, считай, как помощь. И если постоянно на нём сидеть, наверное, тоже не то. Вот чуть-чуть, он тебе раз помог, что-то раз там. И уже надо самому всё равно. Потому что это всё-таки изменённые сознания. Мухомор вот что делает. Он показывает, что все в этом мире, кто гоняется, друг друга едят, друг с другом спорят, ненавидят – это лишь твой фокус восприятия. Этого в мире ничего нет. Это ты это видишь. И вообще это ты. Жизнь в мегаполисе очень тяжёлая штука. И вот Мухомор, он тоже помогает как-то людям. То ли находит внутренние резервы, то ли как-то позволяет не беспокоиться насчёт того, что не стоит беспокоиться, потому что общий уровень тревожности сильно снижается. Поэтому энергия… Это не то, что ты как будто под лёгким кайфом с премием, да? Нет, нету кайфа никакого. Мы повторяем, что это совершенно не для этого. Нет. Ни ЛСД не может быть полезным, ни Мухомора не могут быть полезным. Вообще психотерапия – это для того, чтобы научить человека быть здоровым не только при беседах с психоаналитиком, но и за стенами психотерапевтического кабинета. Мухомор здесь, ну вот, совсем никак не может помочь. Мне грустно. Я приму Мухомор, мне обещают, что мне станет весело. Я апатичный и вялый, но вместо того, чтобы разбираться, почему я апатичный и вялый, я лучше приму Мухомор и стану активным и бодрым. Как любой психостимулятор, тревога снимается, уходит депрессия. Даже появляется ощущение прилива физических сил. На самом деле там физических сил не становится больше. При любом психостимуляторе мы просто перестаем слышать сигналы нашего организма и нашей психики о том, что мы устали. И вот за счет этого действительно повышается работоспособность. Банкет исключительно за счет наших психических ресурсов и нашего организма. Поэтому как психостимулятор на одном этапе с депрессией борется, на другом этапе ее усугубляет. Но есть и последствия. Собственно говоря, из-за этой фазы угнетения и становятся зависимыми от психостимуляторов. Впоследствии вот эта вторая фаза, она очень плохо переносится. Особенно плохо переносится людьми определенного типа. Там астеники, незрелые личности, люди, у которых вот не очень благополучно в плане наследственности относительно психических заболеваний. Им вот эта вот апатия, депрессия, упадок сил особенно невыносимы. И они, чтобы сократить мучение, принимают следующую дозу. Поэтому как психостимулятор на одном этапе с депрессией борется, на другом этапе ее усугубляет. Ну, с учетом того, что прямо-таки мухоморная волна поднимается по стране, да? Ну, сейчас и запрещение поднимается. Ну, мне интересно, да? Информацию удержать невозможно. Уже все про мухомор кому надо знают, кому не надо скоро узнают. И, естественно, большое количество пользователей, особенно юных, будут есть мухомор как только не. Слушай, у нас же идиотов много, что делать. Ну, это их сон. Пойти что-нибудь тоже сажать, там, лазит молодежь, там, по крышам тоже залезть на крылья. То же самое. Я зашел на YouTube, посмотрел то, что происходит, и какого как раз это все приобретает. И, конечно, это печально. Несознательные люди пытаются от этого получить какое-то удовольствие какое-то, да? Разочаровываются в этом, попадают в какие-то странные состояния. Вот именно эти сообщения, эти, как бы, послания от вот этих людей, да? Зачем они вообще это делают? Зачем они снимают себя в каких-то проявлениях низменных? Осветить это с другой стороны, да, мне хотелось. То, что люди вокруг в основном спят, это нормально, потому что нет ничего плохого в сне. Сон так же прекрасен, как и пробуждение. Эти люди спят, они вот, им снится страшный сон, они суетятся, бегают, дерутся, ругаются, кончают жизнь самоубийством. Это все сон. И они проснутся и скажут, блин, я себе, мне приснилось. Я таким мудаком был, таким мудаком вообще-то. Вот это то же самое. Вот я сейчас просто наблюдаю. Это не то, что, понимаете, люди, давайте все микродоз, сейчас мы все. Зачем? Кому надо, оно произойдет. Сам это почувствует и без микродозы, может быть, проснется. Поэтому, если эти люди спят, их не надо будить, они сами проснутся.